Сегодня мы поговорим о десяти факторах, которые распыляют, высасывают и уничтожают вашу продуктивность. Не волнуйтесь, я также покажу вам, как это исправить. Первым делом у нас идет телефон. И тут двойная причина. Первая, мы находимся с телефоном все время. Не знаю, как насчет вас, но у меня телефон, он еще и кошелек. Так что он со мной постоянно. Вторая причина такова, что телефон сделан для того, чтобы нас отвлекать. Начиная от звонков. Я знаю, что кто-то из вас их отключает. Но также он будет вибрировать и красть наше внимание и концентрацию. Я сам все это знаю прекрасно, потому что работаю маркетологом и знаю все про конверсию. Я изучал способы, как достучаться до людей и захватить их внимание. Насчет звонков, конечно, можно использовать определитель номера. Лично я отвечу на телефон только в том случае, когда он у меня занесен в список. Или я знаю этого человека лично. Когда речь идет о почте, я стараюсь проверять ее только пару раз в день. Сообщение. Я знаю, что конверсия прочтения сообщения составляет 95% в первые несколько секунд. У нас появился Инстаграм, который невозможно игнорировать. Чтобы защитить себя от отвлекающих факторов, нужно осознать их и выстроить такую систему, которая бы защищала вас от них. Когда я захожу в дом, единственное место, где я могу заряжать телефон, находится прямо рядом с дверью. В этом есть свои плюсы. Так, я всегда знаю, где находится мой телефон. Следующий способ защитить себя от этой штуки, это не позволять ей попадать к себе в комнату. Для этого хорошо иметь настоящий будильник, а не тот, что у вас на телефоне. Потому что он будет вас постоянно раздражать уведомлениями, из-за этого вы будете постоянно просыпаться. Чтобы обойти это, попробуйте включить режим полета. Включите этот режим для начала на 1 час, затем посмотрите, что вы пропустили. Затем снова включите его, чтобы вы могли оставаться в фокусе. А перед сном, снова включите режим полета. Следующий тип отвлечения, который следует исключить, это пожиратели времени. Это проекты и иногда люди, которые требуют много внимания и предлагают взамен малоценности. Чтобы избегать этого, я предлагаю использовать матрицу приоритетов. Так что, когда вы заполните эту матрицу, самым лучшим видом деятельности будет фокусироваться на тех задачах, которые находятся в верхних двух квадратах. Это важные задачи, которые необходимо выполнить. Следующие три фактора отвлечения я объединю в один и назову его использования наркотиков. Я имею в виду никотин, кофеин и сахар. Никотин, думаю, вам, ребята, все понятно. Это плохо и давайте все же не курить. В нем есть то, что вызывает зависимость. Даже те, кто переключились на вейпы, они по-прежнему зависимы. Вы сами, думаю, понимаете, насколько это отвлекающий фактор. Особенно, когда вы видите, как кто-то другой курит и вам тоже хочется покурить. Давайте переключимся на кофеин. Я сам очень зависим от кофе. И если вам реально нужна доза, иначе у вас начнет болеть голова, потому что вы не приняли свою порцию кофе. Если вам правда нужна эта чашка кофе, чтобы быть функциональным, задумайтесь над тем, насколько вы зависимы. Давайте скажем пару слов о сахаре. На мой взгляд, этот наркотик хуже, чем предыдущие два. И вот почему. Оглянитесь, в США вы повсеместно увидите людей, страдающих ожирением. И по большей части, это вызвано сахаром. Люди обожают его. Если вы вдруг сделаете перерыв от сахара, и заметите, что у вас больше нет горок, то у вас пропадает это чувство, что чего-то не хватает, и вы перестанете отвлекаться. И при этом станете продуктивнее. Далее по списку слишком много думать. Да, анализ умственный паралич – это реальные вещи, которые существуют, особенно в век современных технологий. Потому что мы боимся принять неверные решения. И это сдерживает нас принять вообще какое-либо решение. На самом деле, в большинстве случаев нам придется принимать решения, не обладая вообще никакой информацией. Но как бы и так у нас всегда есть возможность сделать шаг назад и, если что, подправить траекторию. Поэтому не позволяйте вашей неспособности принять решения из-за переизбытка информации, останавливать вас от того, что должно быть сделано. Далее у нас идут видеоигры. Я все понимаю, у них есть свои положительные моменты. Но разве они не отвлекают вас от людей, которые значат многое в вашей жизни и с кем вам надо было бы проводить больше времени? Или вы знаете, что есть некоторые дела, которые не сделаны, а они очень важны? То, возможно, вам стоит пересмотреть свои приоритеты. Следующий отвлекающий фактор – это новости. Давайте посмотрим, что такое новости на самом деле. Это выливать на нас информацию, которая нас может напугать и захватить наше внимание, что поможет им получать просмотров и генерировать трафик. Я сам делал свою статистику, смотрел заголовки новостей и 19 из 20 были негативными или плохими. И та единственная, которая… ну, она была безразлична. Просто информация. Если вам необходимо следить за новостями ежедневно, быть в курсе событий, я рекомендую найти себе подписку по почте, в которой куратор, который знает ваши интересы, будет присылать вам подборку из топ-20 историй, которые вам подойдут. Ну, или найдите один источник, которым вы будете пользоваться. Без всякой искаженной информации. Следующий пункт – это ненужные встречи. Я понимаю, что многие не могут сказать боссу, что не придут на сегодняшнее собрание. Но что вы можете сказать своему боссу, так это подчеркнуть реальность ситуации. Сказать, знаете что, когда я прихожу на эти собрания, то ничего не получаю от них и сижу, ничего не делая, почти два часа. Вы хотите, чтобы я завершил этот проект? Чего вы хотите больше, чтобы я посещал эти собрания или сделал проект вовремя? Конечно, он хочет, чтобы вы вовремя сдали проект и поймет ситуацию, в которой вы находитесь. Конечно, только если у вас непонимающий босс, тогда мне вас жаль. Далее голоса у вас в голове и это не шизофрения. Я говорю о сомнениях. Все эти переживания, о том, что будет дальше и где вы сейчас. Чтобы заглушить эти голоса, вам необходимо практиковаться в этом, чтобы приглушить их. Самый лучший способ – это медитация. Я говорю о тридцатисекундной медитации. Вы так можете? Попробуйте. И если вы можете медитировать тридцать, можете ли вы медитировать одну минуту, затем две, потом пять. Вы сможете концентрироваться на том, что необходимо завершить и попадать в эту зону в поток. Это то, когда спортсмены или профессионалы могут добиваться выдающихся результатов за короткий период времени. Следующий ежедневно отвлекающий фактор – это голод и закуски. Оба этих фактора отвлекают нас от важных дел. Проблема со снэками – это то, что вы пробуете печатать одной рукой, пока второй кушаете. Или случается, что вы роняете ваш снэк или проливаете напиток и разводите грязь. Вы теряете фокус. Голод делает так, что наш уровень энергии падает. Как решать эти проблемы? Давайте действовать по старой школе. Выделите себе время, чтобы сесть и хорошо поесть. Выделите себе на это время, чтобы позаботиться о вашем деле. Итак, на этом моменте вы уже настроены уничтожить все эти отвлекающие факторы и стать сверхпродуктивным. Вам пригодится вот это видео «Как организовать себя за один день». Ссылку на него я оставлю прямо в описании.